Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта! Вы не поверите, что сейчас на вариометре 7 метров в секунду был заброс по потоку. Настоящая весна, хорошее настроение. И я решил доснять на камеру пару таких вещей, которые прям надо доснять. Первое, это к ролику про вертолеты нужно добавить вертолеты. Старт из кустов. Лицензия простейшая. Медицина как на водительские права. Воскучный мопед. Там, вы видите, справа контейнер, как раз всем вертолеты живет. Вот он, пошел! Эх! На самом деле, конечно, на этой штуке очень приятно должно быть летать. Потрясающий обзор, отличная маневренность и шикарная энерговооруженность. Потому что здесь стоит увеличенный роток с 914. Я бы так на вертолете таком бы не прочь полетать в таком варианте посадки. Особенно, если девушка с большими глазами. Не таков наш герой Терри, чтобы так просто улететь. Вот он в двухместном варианте на фоне Лоботи-Матилион. Городка, в котором я живу. То есть все просили меня, расскажи, Игорь, про этот воронобот, про компресс, про эти два вертолетика. Какие-то технические характеристики. Ну и у меня руки все-таки никак не доходят до этого. Никак я не съезжу к Мэтью, чтобы это сделать. И мне на помощь пришел мой хороший друг Арминес, который купил вертолет. Вот мы с ним съездили к Мэтью. И он влюбился в Мэтью, Мэтью в него. Он улетел, но обещал вернуться. Карлсончик, дорогой, обожаю Мэтью. Это как раз компресс. Ах, красавчик. Именно то, на чем Мэтью летал через океан. Терри продал квартиру, чтобы купить вертолет и яхту. В итоге он летает на вертолете и живет в яхте. Еще у него есть пепестрель. Чит-то, крыль-то, чит-то, маргарит-то, та. Настоящий воздушный мопед. Анархия, мать порядка. Вот он. Мэтью! Он взял спокойно, купил себе вертолет. Вот нашел, Мэтью подобрал ему удачный борт. Этот борт уже в Литве и летает. И мой друг Армина и мой друг Повелось вместе сделали фильм. Этот фильм посмотрело уже достаточно большое количество людей. Но поместив этот ролик на нашем канале, мы сможем увеличить количество просмотров. Я чуть-чуть добавлю каких-то своих кусочков. В общем-то, посмотрите фильм. Это не мой авторский фильм, не моя работа. Но мне кажется, это может быть интересно тем, кому именно, что же это за вертолет, какие там у него нюансы, как он готовится к полетам. И как обычный человек, пилот, планирист, которому понравились вертолеты, вообще как он мог, он реально научился за три месяца летать и сейчас прекрасно летает. Вот он осенью этот вертолет привез в Литву, зимой научился летать. И вот уже начиная с Нового года фигачить, да даже до Нового года уже летал. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите непосредственно Арминусу и Повелусу. Всегда к ним можно приехать полетать. Они всегда расскажут, покажут. Ребята замечательные. В им большой привет. И спасибо за фильм. Тоже прокомментируйте это. Сделайте, ребята, приятное. Это рассказ будет про сверхлевки вертолет и его пилота. Гелиспорт ЦГАШ-77 Ранобот. Итальянский вертолет. Разработаны и произведен туринской компанией Гелиспорт. ЦГАШ-77 Ранобот. Был разработан в соответствии с европейскими правилами для сверхлегких вертолетов. Одноместную или двухместную закрытую кабину, расположенную рядом друг с другом и с двигателем модификации ЭКО ПАВР. Двигатель Ротокс 914 мощностью 130 лошадиных сил или 97 киловаттов. Вот какой выглядит мотор. Видим бак Один из баков Топливных Два бака, две насосы Стойник Систойник 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 Заливает топливо С удобных баков И полетим дальше Искажете скоро этот Чудесный транспорт Транспорт Чудесный транспорт Балов Систойник Трубированы. Ну и самое главное, это самое перебень, который держит нас в Gearbox. Хозяин проверяет лыжи. Все проверяется по чек-листу. И все тогда бывает всегда хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пилот нам показывает главные параметры двигателя, чтобы были все параметры, все температурные нормы в порядке. И чтобы не было расхождений на двигателя и винта. Это главные параметры, их надо постоянно смотреть. Если что, переходи на авторотацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотор запущен. Нагревается. Будет проверяться давление масла. Всех других. При всех перепроверках, Наш двухлопастной винт вертолета поднимает нас вверх. Двухлопастной винт вертолета имеет диаметр 6 метров 28 сантиметров. Типичное масло пустого вертолета составляет 280 килограмм. Полезная нагрузка для пилота, пассажира и багажа составляет примерно 173 килограмма. Максимальная скорость вертолета 209 километров в час. Кресельская скорость 160 километров в час. Дальность полета 480 километров. Практический потолок высоты 4800 метров. Скороподъемность 7 метров в секунду. Этот вертолет спроектирован и произведен в Италии. Собран во Франции, а летает в Литве. Ну и наш пилот по имени Арминас, прежде всего, мечтатель, превращающий мечты в реальность. У нашего пилота все начинается с парапланеризма. Отлетав много лет на параплане, он решает летать на планерах. Вот там мы и встречаемся в курсах планеризма. И учимся летать на планерах. После этого уже хочется на другой уровень и делаем себе лицензии ультралайт самолетов сверхлегких. Ну и так как наш пилот не оставляет свои мечты, идет дальше и дальше, он еще делает себе лицензию сверхлегких вертолетов. Итак, прилетел наш пилот. Ну что? Ну что, не так легко говорить, но я начинал летать плюс-минус 20 лет назад с парапланами. Потом мне понравилось что свободный полет, так получил лицензию глядер, потом ультралайт пилот, а потом ультралайт великоптер пилот. Сегодня мы летаем, вот понемножко, летаем из Борисей в электриены, 160 километров. Каждый раз перепроверки перед каждым новым полетом. Так как Армин спустился перезаправиться, опять же, все перепроверяет. Ну давайте спросим у хозяева этой прекрасной машины, летающей. Что за параметры в нее? Ну что, один такой основной, что он ультралайт, очень легкий, только 280 немножко килограмм. Да, плюс-минус там зависит от комплектации и так далее. Он ультралайт и самый популярный в мире, сколько я знаю. Много их сделано есть, много летающих. Это очень важные точки для вертолетов и для авиации. Может он летать плюс-минус на 160 километров в час в круизе. Вот сегодня я как летал, так на 130-140 километров в час. Кушает бензин плюс-минус 20-25 километров в час. Так вот, там все другие параметры не очень важны для человека. Значит, по сравнению, если их много продано и они очень популярны, значит безопасность их высокая. Ну да, конечно, ибо вот этот самый такой главный. Главный. На что надо смотреть? Мощность их бывает разная, мощность или? Теперь бывает разная с разными двигателями. Но там, сколько знаю, итак, самые популярные 130 лошадиных сил Epo Power. Итальянский Rotex, но переделанный в Италии. Это турбированный, он может летать высоко и безопасно, да? Он имеет турбину, и турбина поддерживает давление воздуха, и он может подняться очень высоко. В горах летают люди. Ну, еще спросим у пилота, как получить лицензию, сколько надо часов отлетать. Ну, если получить лицензию такого летающего аппарата, helикоптера ultralайта, так немного легче тем, чем QPL ГАШ, которые это большие вертолеты, это система немного прощая. Летать минимум на 25 час с инструктором, по программу минимальной, вот так, таки, и там, теория, 8 экзаменов, но можно через 2-3 месяцы получить лицензию, если нормально полетать, поработать, так, без проблем, можно получить лицензию такого вертолета, красивого. Сколько примерно стоит час обучения? Час обучения там с инструктором, с топливом и так далее, плюс-минус 300, 350 или больше. Ну, плюс-минус 350 евро в час стоит. И надо, 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 как я сказал, минимум 25, так, примерно лицензия там 10-15 тысяч может стоить. Это если человек ориентируется и ему хватит этих часов, да? Ну да, если инструктор видит, что надо немножко побольше, или сам пилот чувствует себя, что надо побольше полетать с инструктором, тогда лучше летать больше, и тогда, когда уже летаешь один, как пилот себя чувствовать хорошо и комфортно. Подъехал к нам топливо, хозяин сам заливает, и полетит дальше. Ну вот видим главный создатель мощности из 130 лошадиных сил, это турбина. Вот так она выглядит и повышает мощность на 30 даже лошадиных сил, чего и хватает такому аппарату. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Наш пилот уже подлетает к своему родному городу электрены И думаю, что очень даже радуется за то, что видит свой город из своего вертолета Самое большое превосходство вертолета является То, что можешь подняться там, где захотел И подлететь там, где захотел А самое большое и желание людей, наверное, сесть возле своего дома Так, наш пилот и поступает, подлетает к своему частному дому Частного денег Чтобы подлететь к своему дому на своем частном вертолете До начала надо много мечтать Но не только мечтать, но и превращать эти мечты в реальность А это значит, надо много работать Много учиться и стремиться к этому Но видим, что все возможно, когда человек устремлен И делает все в реальности Он победил все преграды Он победил все боязни И вот он долетает до своего дома И это победа Победа над собой Победа над другими И вот уже награда видна Он рядом с домом Чтобы превратить свою мечту в реальность Надо было потратить немало времени и средств Но все это окупается Когда подлетаешь к своим домам И видишь родных и близких Которые радуются больше тебя, когда видят Подлетающего тебя И я это все сосыцал со стороны Видел и тоже радовался Мое пожелание всем мечтать Мечтать и действовать Учиться, летать и жить Жить жизнью Не воевать Не ссориться А жить Жить прекрасной жизнью Которую мы и живем И вам тоже того же желаем Субтитры создавал DimaTorzok Прилетел наш пилот Арминос Сейчас он находится возле своего дома И это так все выглядит Частный дом Частный вертолет Так люди могут мечтать и так жить Все контакты, где можно получить информацию И встретиться с таким транспортом Будет в описании Так что читайте, прощайтесь, пробуйте, летайте И всем добра И миро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...